Здравствуйте, ребята! Меня зовут Сульфия Шамильевна. Рада вас приветствовать на уроке естествознания. Тема нашего урока – «Как устроена наша планета». Ребята, сегодня на уроке вы научитесь объяснять и графически изображать сферы Земли. Ребята, посмотрите внутрь этого круга. Как вы думаете, какая оболочка Земли объединяет их всех – птиц в воздухе, рыб, мелькопитающих в воде, всех живых существ на севере и на юге, на Земле и под землей? Правильно, это кора Земли. На прошлом уроке вы познакомились со всеми оболочками Земли. Давайте вспомним их. Правильно, ребята, это атмосфера, гидросфера, литосфера и биосфера. И сейчас вместе с Нигеш и Эврикой давайте попробуем создать модель Земли с правильным расположением земных оболочек. Итак, литосфера – верхняя твердая оболочка Земли. Ее цвет мы обозначим коричневым. Гидросфера – это водная оболочка Земли. Поэтому цвет полосы будет синим. Атмосфера – это газовая оболочка Земли. Ее цвет – светло-голубой. А так как биосфера касается всех этих трех оболочек, то ее цвет можно выделить зеленой и круглой формы. Молодцы! Вы создали очень простую и понятную модель Земли. И надеюсь, вы запомнили, как устроена наша планета. Итак, мы узнали, что земные оболочки неразрывно связаны между собой. Например, вода встречается не только в океане и море, но и в атмосфере в виде облаков, в литосфере в виде подземных вод. Ребята, а вы знаете, по прогнозам ученых, первые живые организмы на нашей планете появились в воде. А живые организмы, населяющие биосферу, живут во всех оболочках Земли. Например, кроты, муравьи, черви населяют верхнюю оболочку литосферы. Птицы и насекомые летают в атмосфере. А гидросфера – среда обитания рыб и водных млекопитающих. К сожалению, постоянно происходит разрушение биосферы. Это вызвано стихийными бедствиями, происходящими в каждой оболочке Земли. Например, вихри в воздухе, цунами в воде, извержения вулканов и другие явления могут уничтожать живые существа. Кроме того, и люди способствуют разрушению земной коры. Например, загрязняют воздух, сбрасывают мусор и отходы в реку, уничтожая подводную жизнь. Вырубка деревьев в лесу, беспечное отношение к ним ведет к пожарам и уничтожению растительного мира. А дым от больших заводов и автомобилей в городах загрязняет атмосферу. В воздухе накапливается углекислый газ. Это наносит огромный вред всему живому на Земле. Ребята, посмотрите на эти две картинки. Как вы думаете, где воздух чистый? Конечно, в горах. Потому что там много зелени, деревьев. Значит, будет хорошо, если вы вместе с родителями посадите больше деревьев и цветов. И ухаживая за ними, вы вносите свой вклад в сохранение земного шара. Ребята, я надеюсь, что вы поняли, как можно сохранить нашу Землю. И всегда помните, что защита Земли – наша обязанность. А теперь подумайте над вопросом. Может ли быть биосфера на другой планете? Подумайте и подготовьте ответ самостоятельно. Ребята, вот и подошёл наш урок к концу. Оцените себя через приём дерева успеха. Думаю, каждый выбрал своё яблоко. Наш урок окончен. До свидания. До встречи на следующем уроке. Продолжение следует...